Шаббат шалом всем. Приветствую всех, любовью нашего Мессии и Шуа. Пусть Бог нас благословит в этот вечер. Давайте мы приготовим свои сердца. И последняя песня, в которой вам велика дождь, там была строчка то есть тебе поклоняюсь и тебе даю власть всеми своими днями. На самом деле вот эта вот строка очень будет связана с нашей сегодняшней темой. Тема непростая, для многих щепетильная и даже болезненная, непонятная. Название темы это дух контроля, двоеточие, хорошо или плохо. Дух контроля, хорошо или плохо. Это действительно сложная и запутанная тема, потому что многими она была неправильно как бы показана и использована не по назначению, поэтому восприятие, когда речь идет о контроле, оно очень часто, особенно в среде верующих людей, в общинах, негативное. Основная масса людей, когда слышит такое понимание как дух контроля, говорят, что это что-то плохое. И мы с вами сегодня попытаемся распутать такую вот непростую тему. Во-первых, сразу хочу отметить, что когда мы слышим слово «дух», «дух того», «дух сего», «дух такой-то», это не всегда говорится о каком-то негативном духе. В Писании есть очень много мест, когда используется дух чего-то в позитивном ключе. Например, 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих говорит, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви целомутрия». Амин. И так далее. Есть очень много разных стихов. Также отмечу, что не всегда, когда говорится «дух чего-то», речь идет о непосредственном духе, то есть о какой-то личности, о бесах или об ангелах. То есть есть и такое, естественно, да. Очень много поднебесных духов злых, духи злобы и так далее. Каждый имеет свое название, свое предназначение. Но не всегда просто в Писании нужно понимать слово «дух», как именно какое-то существо. Дух также может иметь значение определенного влияния. Потому что на иврите, как многие знают, слово «дух» — это также слово «ветер», «рох». У нас есть ветер, «рох», который может влиять на погоду, наводить облака и так далее. Определенное влияние. За каждым влиянием стоит тот или иной дух. И во 2 Коринфянам, извиняюсь, 1 Коринфянам, 2 глава, 12 стих, говорится, что по-большому в этом мире существует два духа. Вот гранация, да, идет на дух Божий и дух этого мира. И, как я сказал, есть, конечно, очень много духов злобы и так далее вот этого мира. Поэтому за каждым определенным действием есть влияние. За этим влиянием стоит определенный дух. Первое Коринфянам. Первое Коринфянам, кто записывает, да, это 2.12. Да. Там говорится, что есть дух от Бога и есть дух этого мира. Это по-большому, когда мы, да, говорим. Что же такое вообще вот определение контроля давайте дадим, да, или дух контроля, или влияние. Контроль – это использование власти, данной власти, да, для управления той или иной системой или структурой. В целях сохранения этой системы или структуры. Да, я еще раз повторюсь, определение слова контроля довольно-таки понятное, что это используемая власть в целях управления и сохранения той или иной системы или структуры. Ну, давайте поразмышляем вместе, да, вот какие структуры есть, где используется контроль. Ну, в первую очередь, конечно же, приходит на разум, да, ну, вот полиция, например, да, которая следит за контролем или использует власть, чтобы контролировать ситуацию в той или иной местности, да, ну, правительство, полиция, неважно, да, сейчас речь идет о высшей власти, которая использует контроль. Скажите, это хорошо или плохо? Как бы нужно, чтобы смотрели вот за порядком, да, нужна ли полиция, чтобы контролировала нашу местность, для того, чтобы не бояться детей посылать в школу, да, чтобы не бояться спать ночью. Есть специальный даже, вот, патрульный такой, полиция делает в Израиле, ну, как Сибуф такой, да, объезд контрольный, чтобы проверять, да. Мы находим такое понятие о контроле, как на работах наших. Так или нет? Работодатель, он контролирует своих работников тоже, опять же, вот тому принципу, в целях сохранения, да, вот того дела, которому он дал, нужно за это его деньги платить, правильно? Поэтому его ответственность убедиться, что то, за что он платит, эти деньги пошли в правильное русло, и они были, как бы, использованы для созидания чего-то, поэтому нужно следить, нужно контролировать. В порядке всё это, в пределах разумного, да. Есть такие понятия, как вот структура семейная, например, родители и дети. Родители должны контролировать своими детьми или нет? Да, должны. Ну вот маленькие дети, которые, да, постоянно хотят всё подряд брать, заходят на кухню, видят нож, хотят нож взять. Можно ли просто вот так на самотёк пустить и сказать, ну, как бы, ну, что я буду, как бы, контролировать, да, контроль, это нехорошо, пускай, как бы, ну, вот, в свободе пребывает, да. Не очень красивая картина будет, правда? Сегодня, ну, в частности, в Америке, я слышал, может быть, здесь тоже, мы знаем, что в интернете очень много всего гуляет, да, нехорошего, для глаз, для слуха и так далее. И в Америке, как бы, может быть, тут тоже есть специальная система блокировки определённых сайтов, чтобы дети не могли туда заходить, да. Такое сегодня практикуется среди родителей для того, чтобы был какой-то контроль, потому что не всегда родители рядом с детьми, и детям всегда любопытно посмотреть, а в этом интернете всего есть полно нехорошего, очень много грязи, и поэтому это тоже ставится в целях, как бы, обезопасить, да. Контроль мы используем также лично над собой, да, вещь, которую мы покупаем дорогую, которую для нас ценно. Мы тоже контролируем слетимо, опять же для сохранения, опять же для того, чтобы не потерять, чтобы это, да, не испортилось, и так далее. Многие люди следят за, вот, своим телом, да, будто связанное с возрастом, или с лишним весом, и так далее. То есть на самом деле мы очень часто практикуем контроль в своей жизни, и это хорошо, и это правильно, потому что это показывает, что та вещь, которую ты контролируешь, тебе это ценно. И поэтому ответ, да, в начальной стадии дадим, хорошо ли это или плохо дух контроля. Если, если, вот после всего сказанного, да, вот этот контроль находится в правильных руках у тех, кому дана власть от Бога, над тем или иной структурой, над теми или иными вещами, да, то это не просто хорошо, а это жизненно важно. Это необходимо, потому что ответственность есть. И те, кому власть не дана Богом, над тем или иным предметом, в руках этих людей контроль, он не просто плох, но чреват последствиями нехорошими, да. То есть, если, допустим, опять же, привет, да, преступникам контроль в руки, да, плохо окончится дело, детям дать контроль там над плитой, над еще какими-то, да, опасными для них предметами, то тоже может привести к трагедии. И так далее, да, в Писании написано, что когда нечестивые правят, стинает народ, мучается. Поэтому сам по себе контроль, да, если в правильных руках, это хорошо, если не в правильных руках, это плохо. Теперь, когда речь заходит о территории общины, да, и взаимоотношениях между пастухом и овцами, между пастором и пастрой, да, то почему-то вот это понятие, оно как-то не воспринимается верующими людьми. То есть, все остальные категории, которые сейчас я назвал, где-то 5-6 разных сфер, да, нам понятны, я думаю, всем, да. Но когда речь заходит о территории, вот на территорию общины, то там почему-то многие люди считают, что отчего это у пастора должна быть власть больше, чем у меня. А чего это пастор должен контролировать и смотреть над тем, как моя жизнь в Боге проходит, да. А как бы, человек должен мне говорить, как я живу правильно или неправильно, да. У многих сразу возникает стополь такой. Ну и пошло-поехало, люди начинают как бы взываться и говорить дух контроля и так далее, да. Сами того не понимая, о чем идет речь. Мы только что заложили сейчас основание, да. И в принципе все согласились, что контроль, который находится в руках у людей, кому дана власть от Бога, это не просто хорошо и правильно, это полезно и необходимо. Кто-то скажет, ну а где же мы видим, что пастору дам контроль или власть над овцами. Ну давайте откроем. Первое местописание наше сегодняшнее, это 1 Петра 5 глава. Пожалуйста, откроем 1 Петра с 1 по 6 стихи. 1 Петра 5 глава с 1 по 6 стихи. Пастори ваших умоляю, я сопастри, свидетель страданий Мессии и соучастник в славе, которая должна открыться. Посите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастор начальник, вы получите неувердающий венец славы. Так же и младшие, повинуйтесь пасторам. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Аминь. Итак, мы видим с вами вот здесь слово, что пастор должен надзирать. Я примерил в греческом словаре, и слово надзирать, оно очень параллельно идет со словом контроль. То есть перевели хорошо, очень на русском языке. В буквальном смысле вот смотреть, следить, да, надзор такой. Практически как Миштаран. Но, смотрите, написано не господствуя. В чем же тут момент, да? Здесь до слова господство написано гнусная корысть. То есть господство всегда связано с гнусной корыстью. Когда человек управляет системой или людьми для своей выгоды, для своей силы, да, и для своего успеха. Это гнусная корысть. Это господство. Да? Контроль или надзор, он связан с заботой. Вы слышите? Мы только что говорили, вот первые 10 минут, что мы контролируем вещами в своей жизни, которые нам дороги, для сохранения. Для сохранения, да? Там будут дети, и еще что-то и так далее. Господство обычно присуще волкам в овечьей шкуре, да? Которые портят понимание о контроле, здравом контроле, да? И очень много людей сегодня в современном мире и так далее, которые, к сожалению, подорвали, вот, скажем так, ну, спустили вес вот этого слова в хорошем понимании, этого смысла слова контроля, да? Потому что люди, ну, так называемые служители, да, скажем так, это не пастухи, это волки в овечьей шкуре, которые использовали овец и потом сдирали с них шкуру, разрывали их, съедали, атаковали и так далее, да? И очень много сегодня, к сожалению, к сожалению, есть в этом мире, где там такие вот волки в овечьей шкуре, строили пирамиды, привлекали людей для гнусной корысти и люди потом терпели кораблекрушение своей веры. Поэтому это же, однако, не должно дискредитировать тех, кто по-настоящему призван Богом, ему дана власть, как пастух, следить за овцами. Это не означает теперь, что пастух не может надзирать или смотреть за овцами и тем самым проверять лояние духовное, их здоровье. Давайте откроем. Вот следующее место Писания, очень хорошо будут об этом говорить. Евреи 13 глава, это последняя глава, 17 стих. Здесь говорится «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». И вот дальше идет причина, почему Бог говорит нам стать под кем-то, под Богом, данной властью, и повиноваться им именно. Не просто Богу в духе где-то, а я Бога как бы сам слышу, мне не нужно под кем-то становиться. Я сам себе могу, я знаю Бога, Бог меня знает, и вот такой свободный образ жизни в духе. Пока таких людей я не видел с успеха. Здесь причина есть, для чего нам нужно встать под определенную власть и духовный контроль. Ибо они не усыпно пекутся о чем? Не о животах, что многие ищут сегодня. Хрысть в общинах, чтобы обогатили их животы. А души. И вот смотрите, в чем тут загвоздка. Очень часто люди обижаются на посты, и уходят потому, что они ожидали от них получить чего-то для своего желудка, для своего тела. А они как могут пекутся об этом тоже, но это не главная цель. И главная цель – это печься, заботиться о душе. Человек. О твоей душе. Чего человек часто не ищет. Как обязаны дать отчет. Смотрите, им дана власть. Они должны надзирать и контролировать для того, чтобы убедиться, что ты направлен на пути, и душа твоя в правильном направлении. Потому что они будут отчет за это давать. Ответственность. Тут никакой корысти уже нету. Тут уже страх Господень, что Бог поручил, и надо делать. Аминь. И поэтому очень часто ты слышишь обличения, тебе прямо говорят, тебе на разговор в сторону отводят. А людям это не нравится. Дух контроля. Чего это он контролирует? Он контролирует это для тебя. Тебе будет хорошо потом. Ему-то какая выгода. А он в итоге виноват все равно остается. Ну вот такая работа, пастор. Непростая. Чтобы они делали это с радостью. Понимаем, что сложновато, да, иногда с радостью это делать? Чтобы мы свои многие не согласны давать власть пастору, которому Бог уже это дал, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно. Итак, следующее местописание это Матфея 21. Пока мы открываем, пасторам понятно, какая власть дана. А какая нам власть дана? Очень часто овцы задают вопрос. Что нам вот в этой интеракции, да, вот в этих взаимоотношениях, какая моя власть? Как вы думаете? Но вот власть пастора это надзирать, контролировать, следить за тем, что душа в состоянии. А что нужно делать овцам? Какая власть? Власть, чтобы слушаться. Вот если кого-то интересует, какая у меня власть? Власть дана, чтобы ты слушался. Вот слушаться. Не управлять, не манипулировать, не перехватить власть, которую Бог не дал овце, чтобы контролировать, да, а слушаться. Мы прочитали в 1 Петра 5 глава, правильно? И с детским временем 13 глава и во многих других мест написано «Повиноваться и слушаться». Вот это наше дело. Вот это нам, Богом, данная власть. Слушайся, и ты будешь благословен. Матфея, 21 глава. 12 и 13 стихи. 21 глава Матфея, 12 по 13 стихи. «И вошел Ишуа в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его директепом разбойным». Аминь. Итак, здесь тоже такая ситуация, что многие вообще не поняли, что он делает. Как бы они каждый день продают. У них там это как в порядке вещей. Вдруг приходит человек, раввина, день мессии, да, которого они еще как бы не видят в нем этого и начинают проявлять власть. Это не просто власть, так там переворачивать все начинают. Я уверен, там были люди, которые говорили между собой, кто-то ему дал власть. Часто мы слышим, да, в этом в Писании написано, кто тебе дал такую власть, делать это или то. Чего ты пришел тут контролировать. Но несмотря на то, что он пришел как бы на их территорию, что мы читаем здесь? Он говорит, написано «Дом мой», «Домом молитвы налечусь». Он ищет интересы отца. Он не пришел, чтобы просто господствовать. Он говорит, что вы используете это место непоназначительно. Вам дана была власть, а вы для глушной корысти использовали это не во благо и неправильно. И вот он приходит и наводит порядок. Почему? Потому что в итоге это он сюда. И на самом деле он просто пришел, чтобы это место привести в порядок. Вот так и община, друзья, территория общины точно так же выглядит. сегодня. Нож хорошая вещь может быть, да? А может, если в неправильных руках оказаться орудием смерти. Так или нет? И вот так вот и контроль или власть находится ли она в правильных руках, будет успех. Если находится в неправильных руках, то это тело потерпит урон и крах. Теперь, мы читали, что написано «Смиритесь под руку, под крепкую руку Божью». Да? Как вы думаете, где эта рука? Вот я хочу смириться сейчас. Где эта рука? Ну, как бы в духе? Какое понимание вообще? Если мы в Слове Божьем. В Слове Божьем. Окей. Слова. Слова. Окей. Мастер. Ну, вот по стихам, которые мы прочитали, да? Когда говорится, что постаран, взирайте, овцы, повинуйтесь, да? И потом идет выборно прочитать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Вот они видим. А? Вот тех, кого Бог поставил. Правильно? Если мы эминетика такая, исследуем стих за стихом, вот ты, допустим, открыл Библию, и там какое-то местописание стих, и вот ты его интерпретируешь как тебе захотелось в духе, да? Так не делается. Ты идешь назад, начало главы, читаешь, что там сказано, и потом ты делаешь вывод, о чем говорит этот стих. Поэтому, ну, давайте еще раз откроем, вот, просто, чтобы было понятно, да? Первое Петра, буквально на короткое время, Первое Петра, Пятая глава, вот здесь первые пять стихов обращения пастыра, что им нужно делать, что они ответ, отчет дадут, им нужно надзирать. Потом говорится младше повиноваться пастыям, которые Бог поставил. Надзирать, Потому что понимание должно быть, что это не для какой-то личной любви, это для моей души. Бог дал дар им видеть. И вот слово Руэ на иврите, да, это пастыр с айном, а Руэ с алифом это вижу, я вижу, да? Две разные буквы, но по звучанию, когда люди не могли читать, да, когда ты слышал два слова, то ты мог и так, и так понять, в зависимости от контекста. На самом деле два слова взаимодействованы, потому что пастуху или пастыру Бог дал способность видеть ситуацию, видеть то, что овцы о себе не видят, да? Поэтому смиритесь, потом он делал, и так смиритесь под крепкую руку Божьей, да, вознесет в вас свое время, логично заключить, что речь идет о повиновении. То есть, если человек решает встать под авторитет или власть пастуха, чтобы он вот помогал ему идти за Богом, направлял его, обличал, говорил тебе надо, то он смиряется под руку крепкую Божью. А если он говорит, да не, мне как бы, мне не нужен пастырь, я как бы сам нормально, вот у меня с Богом личные отношения, сегодня вот такая вот как бы личные отношения, у многих такие вот личные отношения, непонятно как бы какого плана личный, да, потому что многим Бог там скажет отойдите, я вас не знал, хотя они как бы Господи, так как же, я же тебя, я же мы то, мы это, личные отношения были с тобой, это не были, а как ты это проверишь, ну ты же как бы говорил, что ты сам себе, вот я поставил пастуха, пастора, сказал, встань под него, ну или под него, да, ну не важно, ну под кем-то, ты решил сам идти, вот как ты хочешь, окей, твой выбор, ну не по писанию же, я же сказал в своем слове, а у тебя где слово, что можно двигаться в духе без того, чтобы быть подвластным, где это написано, ну вот сам человек решил, то приходит, то ходит, ну как бы и так, и такие люди обычно ветром водимые, как бы, да, вот, никуда в итоге не приходят, топчутся на одном месте, поэтому он говорит, смиритесь, то есть, ну войди под власть пастуха, который вот здесь, в этой местности находится, потому что Бог ему дал следить за твоей душой. Сегодня, знаете, такой вот, такой дух, да, вот мы говорим о духе, такое, как бы, влияние, душок такой, он поверивает верующим в мире, да, что у каждого свое мнение, как бы, ну, и у многих даже, оно больше, чем у пастора, и как бы, я как бы, лучше знаю, чем ты, и так далее, и вот у всех свое мнение, да, на то, на это, на местописание, а я, а он не так, а я это, да, я сейчас не говорю между пастырами, когда идут какие-то там дискуссии, и так далее, да, я сейчас говорю отношения между пастухом и овцой, и вот овца берет на себя власть, которую не дали, да, подвергать сомнению авторитет пастуха, которого Бог дал власть, и опять же, мы сейчас не говорим про волков, да, мы говорим вот про нормальное общение, и про вот эту проблему, что человек не хочет становиться ни под какую власть, ни под какую подочетность, почему не хочет становиться, потому что не хочет быть подочетным, да, на территорию лично ты слишком будешь заходить, человек это понимает заранее, а я не хочу, чтобы ты на территорию заходил лично, но Писание говорит обратно, друзья, если мы придерживаемся Писания, вот что говорит Писание, и человек всегда пытается как бы перехватить власть, да, это уже видно вот всеми, с возраста детей, да, правда, да, с возраста детей, человек пытается перехватить власть у старшего, неважно, мы сейчас не говорим там, пастыри, учители, начиная с ребенка, у родителей, да, и так далее, то есть, есть вот это, у человека этот грехопадение пришло, конечно, да, вот этот путь и противление любой власти, потому что когда там Ева согрешили, то они как бы вот, встали под вот это влияние такой свободы, самоконтроля, да, то есть, неподчинение Богу, и поэтому любой как бы объект, поставленный Богом, как тот, которому мы должны быть подотчетны, да, человек как бы не воспринимает, но он просто не понимает, что не отвергая вот эту вот, вот эту власть, которую Бог хочет помочь человеку через это, человек сам на самом деле отвергает руку помощи, которую Бог ему оказывает, помочь хочет Бог просто, да, и, да, слышал, как бы, ну вот, в общинах практически то же самое, крутятся те же самые проблемы, да, вот, есть люди, которые вот подходят и говорят, а что вот, ну, я такой отарионный, да, я там это умею играть, там, петь, танцевать, говорить, там, говорить, красиво, меня никуда не ставят, да, или о чем вот он этого не ставит, ну, и начинает, как бы, да, такой вот тушок встает. Через это уже, во-первых, видно, что человек пытается как бы контролировать, да, но сразу же видно, что ему не дана власть, потому что он не видит вещи правильно, он не может видеть, кого надо ставить, кого нет. Вот могут быть два человека одаренных, одного пастор ставит, другого нет, или снимает. И другой овце, который как бы думает, что она лучше знает, она видит обратно, она говорит, что я бы вот этого поставил, а этого нет. Не видит правильно. Почему? Власть не дана. Не может, как бы, не имеет права контролировать, не дана власть. Поэтому нету духа, как бы, развлечения. Почему пастор, как бы, принимает решение иногда кого-то снять, кого-то поставить и так далее, да, потому что дары, это не все. Должно быть посвящение у человека. И если дары не соответствуют уровню посвящения, то человек очень быстро возгордится, упадет и, как бы, начнет свое крутить. мы очень много примеров знаем, особенно главный пример это Сатан, да, дьявол. Поэтому пастор видит эти вещи, что это неправильно и не будет здоровым состоянием человека поставить, допустим, на служение, если он с Богом не в мире, если он какие-то вещи не исправил, ну вот минимальные, да, я не говорю о том, что мы должны достичь уровня, где мы не согрешаем, мы до этого уровня не достигнем, друзья. Но есть критерии в Писании, допустим, о служителе, если человек рвется в служение, о царе рвется в служение, да, критерии Бог описывает, уровни посвящения, какие-то вещи, которые человек не может иметь в своей жизни, если он хочет служить Богу, он должен от них наотрез отказаться, он не хочет, но хочет как бы служить, потому что вот он такой оторованный, да, и надо, чтобы его видели, он же как бы так классно все делает. Территория общины это не свободный двор, что заходишь, уходишь, да, поэтому Бог и ставит пастуха, поэтому не нужен контроль, иначе просто вверх возьмут люди, власть не те люди. Поэтому пастух заботится, если он видит, что человеку нужно как бы с Богом наладить в начале отношения и подтянуть уровень посвящения, то это будет правильно. Смотрите, уровень посвящения всегда на чуть-чуть должен опережать твое дарование. Я еще раз повторю очень важную мысль. Уровень посвящения всегда должен идти впереди твоего дарования, иначе сразу гордость. Потому что я. Когда ты посвящение твое впереди и неважно, тебе сказали сейчас не петь, пойти самовар поставить или пол помыть. Ты не начинаешь там, а что это я, я же что, я буду спускаться на этот уровень и все такое, это уже показывает, что человек неправильное состояние. Посвященный человек должен все. Ему сказали иди там стулья ставь, безоговорочно пошел ставить. Это может быть самый одаренный человек, иди унитаз мой и так далее. Это уровень посвящения. Вот так ты проверяешь свой уровень посвящения. И тогда, когда это золото, проверенное в нем, его можно использовать. А так это будет как фальшивая монета. Снаружи красота, типа золото, Такой желтенький, золотой. Ну, дары, то, сё. А на самом деле фальшивая монета ненастоящая. Внутри ненастоящая. Зачем это Богу надо? Поэтому дары это хорошо. Да? Вам нужно следовать за посвящения, а не народа. И вы знаете, что сегодняшний образ жизни, технологий, в которых мы находимся и так далее, они просто настолько понизили уровень понимания верующего человека, что такое действительно Слово Божье, смотреть на эти вещи правильно, послушание, контроль и так далее, что человек сегодня вообще обратное всё говорит. На белое чёрное, на чёрное белое. вот например, да, просто пример приведу вот сегодняшней современной трагедии нашей, которая к сожалению касается и влияет на многих верующих людей. Вот есть Facebook, да? Facebook знаете все, Да. Все знают, да? Отлично. Я знаю. и вот ты заходишь и там ну там как бы допустим 20 статей разных, да? Вот твоих разных друзей, одни друзей и так далее. И там тема одна, вторая, третья, ты пошёл быстро, раз прочитал другую, третью, четвёртую, да? Как бы у человека начинает складываться такое понимание, что вот он может везде гулять, но нигде ему не надо быть причастным. Он там побывал, тут побывал, здесь побывал и остался там, где он находится, потому что он это сделал со своего места. Если раньше, лет 20 назад человек брал книгу, да, и он погружался в эту книгу, и он читал книгу целиком от начала до конца, он находился в этой книге. Это воспитывало в нём заканчивать начатое, выдержку. Так или нет? Да. Уровень знаний повышения. А когда человек находится как бы везде, но и да, никому не должен, да, никому ничего не должен, в нём это воспитывает. Первое, что никому не надо подчиняться, я сам себя контролирую вещами, я контролирую. Захотел, это смотрю, на середине остановил, с телефона свой раз, другое. Вот я наблюдаю, когда я живу в автобусах, все в телефонах, а редко, когда я его вижу, человек с книгой сидит. И вот все листают, просто это посмотрел, то, это не дочитал, дальше пошёл. Выдержки нет у человека сегодня. И, к сожалению, это влияет на верующих людей таким образом, что человек в эту общину пошёл, туда пошёл, а сегодня вообще не надо ходить. Зашёл в телевизор, сидишь в святом и смотришь любых проповедников, которых ты хочешь увидеть. Так или нет? Но дело в том, что ты можешь просмотреть сто проповедников, ты не вошёл под глаз ни одного из них. Ты живёшь не по Писанию. Не по Писанию. Поэтому я строго рекомендую людям, которые особенно людям, которые не находятся под властью, какой-то общины, туда-сюда ходят. И я говорю это открыто из любви по Писанию. Не стоит смотреть вообще ничего. У тебя будет такой венегрет. Просто больной будет духовный больной человек, у которого будет такая большая голова знаний и мной практики. Практики у него никогда не будет, потому что ему нужен как овце постоянно пинок. Постоянно. Поэтому нужно встать под кем-то. И Бог-то все эти вещи знает. Он знает нашу психологию лучше, чем ты сам себя знаешь. Поэтому вещи, которые здесь написаны, они дай аминь. Они для нашей пользы. Они говорят, что две тысячи лет назад, что сегодня в центр твоей души и твоего сердца, твоей личности. Вы знаете, технологии меняются, люди остаются те же самые. Грех он не стареет. И Соломон сказал, что все новое это очень хорошо забытое старое. Нет ничего нового в этом солнце. Ну, многие другие вещи, вот сегодня. Эта часть коснулся, об этом можно говорить многое. Это тоже отдельная тема, но это касается вот нашей темы, что сфера информации сегодня, то, как это распространяется, и вот доступ даже среди верующих сегодня есть к разным духовным вещам. Это не говорит о том, что у тебя теперь, духовно говоря, забитый холодильник духовной еды, и ты теперь как бы не нуждаешься в общении, в контроле, то есть ты все в порядке. Это ошибка. Это ошибка. Люди думают, что они свободны, на самом деле они все глубже порабощают себя, чем духа этого мира. Духа этого мира. И, знаете, пастор по телевизору, он не сможет тебе дать совет, он не сможет тебя обличить. Поэтому ему легко как-то слушать, да, ты с ним не сможешь сесть вот за стол, кофе попить, пообщаться. Когда Бог вот приводит, в той или иной местной общине живого пастуха, которого можно потрогать, который тоже живет, как ты, болеет, как ты, примерно на таком же уровне живет. И человек, который с определенным опытом может помочь во многих вещах. итак, конечно, это влияет в принципе на все общество, я сказал, на верующих в каком плане, в общинах и так далее, на семьи это влияет, то есть люди теряют вот это понимание о посвящении своей семье, потому что они как бы везде, и вот уже что-то новое такое число, ну, жара тут как бы уже не та, которая была вот там несколько лет назад, муж там не тот и так далее, и вот люди начинают поглядывать, посматривать, искать сегодня очень много чего есть в мире, отчего наши уши закрылись бы, да, есть такое новое сегодня такое новшество, где пары обмениваются с супругами и партнерами, открыто, ну, для того, чтобы не было как бы измены, да, потому что это же как бы плохо, они соглашаются вместе, что они могут там обменяться с супругами и так далее, это болезнь, друзья, это уже больное мышление, это распространено по всему миру сегодня, в Израиле это тоже прошло, и это сегодня влияет на верующие семьи, потому что по статистике не было столько много разводов сегодня, раньше, как сегодня, среди верующих не было, меньше было разводов среди неверующих тогда, чем среди верующих сегодня, трагедия или нет, и люди при этом думают, что у них все в порядке, они еще на служение рвутся, вот что меня удивляет, и опять, тут никакой личной выгоды нету, пастора или да, который говорит, парень, тебе нужно сесть и как бы реально привести свою жизнь в порядок, просто приходить на все, что есть в общине, и не разглагольствовать, не говорить свое мнение, это мы это считаем, вот это то, и человек слишком много умничает, а жизнь не может привести в порядок, и нам нужно задуматься, друзья, потому что вот этот дух сегодня, свободы, и нежелание быть под контролем духовной власти, которая тебя просто возьмет и приведет в порядок твой душ. Вот случаются такие вещи, человек не хочет под руку Божьей становиться и, к сожалению, семьи рушатся. Раван, царь, вы помните, сын Соломона, мы не будем открывать, но он советовался сначала со старцами, потом с молодыми и принял идти по совету молодых. Помните, да? они ему советовали старцы с народом быть помягче и войти в доверие, чтобы отношения построили, а молодые сказали, надо еще сильнее применить руку власть, чем твой отец делал, то есть надо быть еще более жестко, да? И оба слушают молодых. Очень интересно, друзья, почему? Почему? Да? Старцы ассоциация тех, которые над тобой определенный контроль, власть, несмотря на то, что они бы не пользовались этой власти, чтобы манипулировать им, скорее всего, потому что они ему правильные вещи посоветовали, это были хорошие люди, да? Но психология его, что вот я сейчас послушаюсь, и я как будто как бы их послушался, а я не хочу, я хочу сам, для гнусной корысти, то есть он контроль употребил не во благо, начал господствовать, и он послушался молодых, которым он, о чем, ну как бы ровесники, друзья, там написано, с кем он был, вырос, я им вообще никогда не буду подотчетен, сегодня их послушаю, ну и что, просто как совет, а завтра как бы могу вообще отказаться, то есть я сам себе хозяин. Вот такое вот понимание, давайте откроем числа 16 глава, мы подходим к концу, числа 16 глава, и тут есть вот такая история с Моисеем и Кореем, Корея, дафан и Аверон, да, кстати, Корея, если многие не осведомлены и думают, что от Корея произошли корейцы, это неправильно, это просто русский язык, его имя Корах, от слова керах, лед, мы об этом сейчас поговорим, да, значит, Корея, дафан и Аверон, помните, да, на иврите это Корах, Датан, В, Аверан, Аверан, есть у них такое имя, да, значит, что получается, они сыны Левии, но им не положено, вот, в частности, им не положено было участвовать в священстве, и они подошли к Моисею и говорят, а что это ты как бы тут разошелся, контролируешься, и так далее, да, что это тебе только власть Богом дана, да, это первые, вторые, третьи стихи, вот, третий стих в частности, и собрались против Моисея, Иеронии сказали, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше Господа, третий стих, это говорит Корея, все ребята там, похожая ситуация, да, вот на сегодняшнее, сегодняшнее положение, овцы хотят уравнять пастуха с ними, то есть, они говорят, что это вы как-то себя возвышаете, а они не возвышают, а кто сказал? Им от кого власть дана? От Бога? Правильно? И это было подтверждено разными знамениями, чудесами, правильно? Вот эта вся история, этот длинный текст, мы не будем его читать, да, длинный текст, ради времени, просто. Здесь Моисей тогда говорит, хорошо, ребята, вы возьмите тоже свои кадильницы тогда, и давайте мы, вот это по-моему двадцати, и сказал шестнадцатик Моисей и Корею, завтра ты, все общество твои будьте предлецем Господа, ты, а не Арон, и возьмите каждую свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред Господом, предлецей Господнем, каждую свою кадильницу, 250 кадильниц, ты, и Арон, и так далее, и там Бог должен был показать с кем он, когда они говорят, что все святые, что вы, как бы, только вы, они другими словами имеют в виду, что все мы духовные, все, что это вы себя ставите выше нас, да, вот, вот их имена интересные, корок, я сказал, да, это слово керах, морозить или лед, реально похоже, вот, ну, если так, его личность подогнать под сегодняшнюю, сегодняшний, как бы, жаргон, то очень похоже на такого вот морозка, как бы, морозок, ну, как бы, говорят, то есть, человек реально не видит вещи простые даже, почему, потому что мы это видим в третьем стихе, да, он говорит, почему вы ставите себя выше народа, Господь, то есть, он до сих пор после всех вот чудес и знамений и власть, который Моисей употребил, как от Бога данного, да, вот все, что в море раскрывалось, так далее, он до сих пор не понял, что от Бога было дано, что Моисей сам не раскрывал море. Это очень часто верующие может 20 лет проходить и потом предъявить пастору претензию, что это он себя ставит выше всех остальных. Как бы, давайте общий совет сделаем, давайте все будем наравне. То есть, люди до сих пор, вот это их уровень показывают, не понимают, что Богом данная власть на пастору, он будет ответственен за это. Ну, там еще мина, мы не будем сейчас заходить, уже просто, чтобы дальше двигаться. Смотрите, что происходит. Они дали им, как бы, служить, вот с ковильницами, да, на таком же уровне, как и Аарон и Моисей, практически. И потом мы читаем с вами. 28 стих. «И сказал Моисей, «Сивой, знайте, что Господь послал меня делать все дела сии, и не по своему произволу я это делаю. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. Если Господь сотворит необычайно, и земля разверзнет уста свои, поглотит их, и все, что у них, и они живы, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди все презрели Господа. Смотрите, не человека, а Господа. Мы, когда становимся под руку Господню, на самом деле, Бог говорит стать под руку пастуров. Если ты не становишься, ты презираешь, или как бы отвергаешь не пастыра, а Бога. Потому что Бог, полному человеку, это власть. Лишь только Он сказал слова сии, смотрите, 31 стих, «Расселась земля под ними, и разверзла земля, устасы, и богатила их, и домы, и всех людей, и корей, и все имущество, и сошление, со всем, что принадлежало им, живые, и преисподними, и покрыла их земля, и погибли они из среды, общество». Аминь. Итак, смотрите, когда человек берет, с самого начала, то, что мы говорили, контроль, который ему не полагается, смотрите, что с ним происходит. Человек хочет быть на уровне пастора. Бог говорит, «Хорошо, если ты хочешь быть на уровне пастора, то я на тебя возникаю такую же ответственность». То есть, ты как бы берешь груз, ты говоришь, допустим, ты заходишь в зал, и ты вот как бы видишь, как там другие качаются, поднимают вес, и ты подходишь к одному, который поднимает уже там сколько вес такой хороший? 150. 100? 150? Да. Дим, какой? 100. Ну 100, это много? 100. Человек поднимает 100. И вот тот заходит и говорит, «А что, я тоже так могу». А он не подготовлен. Это путь определенный. Правильно построить надо к этому, чтобы дойти до стана. Это с маленького он не подготовлен, он не призван к этому. И как вы думаете, если он попытается из всех сил поднять это все? Хорошо ему будет или нет? Но дается, правда? Вот это мы понимаем. А когда вот на духовной территории, человек почему-то не понимает. Он думает, «Да, что там эта работа, баста, что там? Я бы тоже смогу, вот что он стоит там? Типа как бы пытается что-то нам сказать. Я бы лучше это сделал». И вот Бог говорит, «Давай, ладно». Но это же не твой вес вообще. Ты не прошел тот путь, который он пошел в освящение, да? Ты не набрал тот вес, который он набрал, чтобы такие тяжести поднимать. И вот смотрите, тех людей Бог начинает проводить через те же ситуации, через которые проходит пастор жизненный. Послушайте, это очень важный момент, потому что это то, что мы читаем тут, да? Они взяли кодиниться, они зашли как бы на тот уровень, и они провалились. Они просто выгали, они просто вживую провалились. Друзья, это сильный прообраз тех, которые хотят как бы вот на этот же уровень подняться, и мы как бы уровни, да, вот себя и пастора. Бог говорит, окей, окей, и начинает посылать в жизнь человека такого, с ситуацией, в которой пастор проходит, и что? Он не справляется с ними. Он как датан, авиран и корох проваливается просто со всем, что у него есть. И его просто нет, он исчезает. Он не просто сходит с этой позиции, на которую он пытается забраться, он вообще уходит со общения. его нету. Он провалился, его нету, его унесло. Его так сломало это. Почему? Не его категория, не его это дело контролировать. Царя Озию, помните, да, который как бы достиг всего, но потом разгорделся, да, он зашел не на свою территорию, он зашел к священникам, чтобы годить. Ему говорят, не тебе Озия годить. Он подумал, он царь, он управляет всем, а как же этим не управлять? А там ему не надо было власть контролировать. В момент, когда он только попытался, он был поражен. И, к сожалению, очень многие люди сегодня этого не видят. Они приходят с разных мест, может быть, кто-то достиг каких-то вершин в социуме, в обществе, и он думает, что на территории общины он там больше знает, чем пастырь, да он даже может больше знать на самом деле, ну вот, вообще какие-то там науки, сферы, да, он больше может знать даже. Это ему все равно не дает право и власть. Это территория, которую Бог дал тому человеку, который ведет общину. Наше последнее место сегодня притча 24. И мы закончим. Притча 24. 24-25. Кто говорит виновному, ты прав, кого будут проклинать народы, кого будут ненавидеть племена, а обличающие будут, любимые, и на них придет благословение. Аминь. В контексте речь идет о правильном суде, да, что нужно правильно судить, и нельзя говорить виновному, что он прав, нельзя обвинять того, кто не виновен и так далее. Но это принцип определенный, который мы с вами сейчас применим, используем, да, что пастух, вот пастуху и ковце, да, ковечке, что если пастух будет просто гладить оветочку по-шерстке и как бы говорить, что ну, все нормально, как бы, да, ты согрешил, ну, как бы, ну, ничего, как бы, да, то есть виновному говорить, что он, как бы, с ним все нормально, все в порядке, да, то, во-первых, он будет в неблагословении, потому что Бог ему дал контроль, чтобы исправить вещи, во-вторых, овца сама будет в поражении, просто в поражении, и в итоге, в итоге, последствия, которые постигнут эту овцу, она потом скажет, почему мне не сказали эти вещи, почему мне не сказали, что я не могу служить, находясь в каком-то явном грехе, почему меня не предупредили, что я захожу на территорию огня, где Бог, как какой-то поедающий, Бог ревнитель о тех вещах, которые Он вручает нам, и если мы, я не говорю, а еще раз, да, не просто мы, как бы, ну, боремся с характером, и так далее, явные грехи, описанные в Библии, почитайте сами, и мы при этом находимся в служении, нас как бы, ну, мы будем как прокаженные духовно, и наоборот, смотрите, обличающие будут любими, обличающие, в итоге, если ты примешь то, что пастух тебе говорит, если ты войдешь под власть общины, под пастыра, просто скажешь, вот один человек был, который, я не помню, в семинарии было, или может быть где-то в другом месте, церкви, в которой брат сказал, да, как он сказал, говори мне все мои недостатки, пастору он сказал, да, пастору Федору, ну, пастору, я прав, да, говори мне все мои недостатки, как мы готовы к этому, если да, смотрите, 25 стих, еще раз, обличающие будут любимы, и на них придет благословение, во-первых, пастору будет благословение, во-вторых, ты в итоге скажешь спасибо, спасибо, что, да, ты вовремя меня остановил, да, я был несогласен, я не понимал вначале, тебе дана власть не контролировать и говорить о меня, слушаться, и тогда все будет окей, и тогда потихоньку мы начнем выходить из своего больного состояния, где мы видим вещи, и вот не так, и живем, вот как попало, да, поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит, и пусть Господь просто даст нам, знаете, вот, молитвенные нужды были, да, как бы, ну, изъявление Духа Святого, это все хорошо, слава Богу, да, но вы знаете, Дух Святой уже и слился в уме эту землю, у нас сегодня столько ведения и знания, что у тех людей не было, вообще даже, там, 20% люди не могли читать, они приходили, там, в синагогу, или вот, когда Ишо учил, да, чтобы послушать, они не могли читать сами, мало кто мог, вот, так, способностями читать, жажда была, сегодня человек просто, в голове он все знает, он лучше всех все знает, поэтому, знаете, что, правильная молитва будет, вот, на этом мы завершим, это нет, вы зле еще свой дух больше, сколько изливать уже, он не будет изливать, знаете, почему? потому что ты его не так тратишь, ты выливаешь его, а что ли ты ему изливать, дорогой, святой дух, да, которым послал для цели, ты выливаешь, ты не используешь, поэтому молиться надо об одном, друзья, 1 Петра, то, что мы читали, помните, да, вопрос, который я задал, что нам нужно сделать? смириться под крепку пастыру, руку Божью, нет, руку Божью, которую Бог, власть, которую дал пастыру, да, и руку пастыра, конечно, да, когда ты понимаешь, что рука пастыра, это рука Господня, ты нормальный, это нормальный, можно говорить, да, человек должен прийти к такому пониманию, а если человек будет понимать только, что это только рука пастыра, а не рука Божья, он никогда не смирится, он никогда не захочет, так или нет? Поэтому рука Божья, а доказать мы это можем, когда мы действительно приходим в смирение, и говорим, пастыр, говори мою жизнь, что у меня не так, поэтому будем молиться о смирении, будем молиться о том, чтобы просто смириться.